Всем привет, дорогие подписчики! Сегодня, наконец, Space Engineers, но серия непростая. Думаю, многие видели, недавно моему каналу исполнился год, и в честь этого я решил провести небольшой розыгрыш, но об этом немного позже. Потому что сейчас я хочу сказать вам спасибо. Спасибо всем, кто присоединился к нашему каналу и нашему сообществу. Спасибо большое за вашу поддержку и приятные комментарии. Благодаря им я получаю сильную мотивацию снимать ролики дальше, так как я понимаю, что вам такой контент интересен. Благодаря вам мой канал развивается и с каждым днем набирает все больше подписчиков. Еще раз спасибо. В честь этого я решил разыграть 20 ключей от игр в стиме. Я понимаю, что многие из них не очень дорогие, но это хоть что-то, что я могу сейчас сделать для вас в данной ситуации. 10 ключей будут попадаться в этом видео и вы сможете сразу же их активировать. Еще 10 ключей будут спрятаны в описании 10 случайных игр на моем канале. Так что шанс получить игру будет и у тех, кто не смог посмотреть видео в числе первых. Но если у вас получилось выхватить игру, напишите в комментариях, что была за игра. Уж очень интересно. Теперь немного про видео. Сколько же крови попил у меня этот проект? Думаю, по прививке вы поняли, о чем идет речь. В комментариях мне предлагали этот проект, да и были на то предпосылки. Но я не думал, что это будет настолько сложно. Буквально все было против меня. Сначала записи не записывались, потом механики игры и ванильные блоки не справлялись. Потом другие записи начали записываться с ошибками. Так что иногда в видео не будет звука игры или в видео может попадаться лаги и фрезы. Заранее извиняюсь за такое качество, но ни сил, ни времени справлять уже не было. Я и так затянул с видео почти на неделю. Ну и ежедневным тревогам за это тоже отдельное спасибо. В общем, то, что получилось, вы сейчас увидите, не буду тянуть. И как видите, я нахожусь в отсеке для бурения, скажем так. И давайте посмотрим, что у нас тут есть интересного. Я тут ездил, ездил, ездил. На самом деле я недалеко уехал от той базы, которую мы разобрали. И вот я тут наткнулся на вот такую интересную вещь. Камосит, который содержит феррум, никель, кобальт. Также тут есть еще вот катерит на глубине 660 метров кобальт. Тут еще тоже аргентум. Это вроде как золото, если не ошибаюсь. Ну и там дальше другие ресурсы. Так вот, я, собственно, решил эти ресурсы выкопать. Почему бы и нет? У меня же есть бесконечный бур. Я его очень сильно переделал и модернизировал. Он работает гораздо лучше. И вот это вот у нас ямка. Тут интересная такая вот. Вот такая вот у нас ямка. Вот где-то там вот там. Вот там вот внизу, собственно, наш бур. Глубина здесь 550 метров. Около того. Ну и давайте спустимся туда, собственно. Так, тихо, надо включить осители, а то будет весело сейчас. Вот такая вот у нас ямка. Вот такой вот глубины. Здесь, ну, как я и сказал, около 550 метров. Потому что вот тот самый камосит. И знаете, в чем проблема? Я стал максимально под сигналом вот этого камосита. И планировал в него попасть. Но в итоге я погружался все глубже и глубже. И, как видите, я где-то, по-моему, на 50 метров промахнулся. Ну, около того, да. Плюс остальные вот эти вот ресурсы, которые должны были содержать золото. Они вот где-то вот тут вот были. Еще вот на вот этой вот высоте. Но там тоже было около 100 метров до них. И, в общем-то, я заметил такую прям большую явную проблему. Это сложно попасть. Сложно попасть в тот сигнал, который стоит под нами. Тем не менее, система работает. Единственное что, сейчас я покажу. Я сейчас начну погружаться дальше. И, я не знаю, может, это будет видно. Но, по идее, должно быть видно. Вся вот эта вот, весь этот столб из конвейеров, он немножечко шатается. По чуть-чуть, по чуть-чуть, но он шатается. И там даже заметно. Вот если я сейчас остановлюсь, вот, допустим, вот так вот сделаю. Видно, как она шатается. То есть, мы относительно земли почти не двигаемся. А вот она шатается. В остальном, в принципе, система работает. Мне она понравилась. Я ее удлинил на 5 буров. И за один проход мы теперь можем погрузиться на глубину 44 метра, если я не ошибаюсь. Мы можем погрузиться за один проход. Я так понимаю, у нас тут какой-то... Да, у нас тут... Ну да. Еще есть одна небольшая проблемка. Вот эти буры, когда они стоят вот таким вот образом, нам по-хорошему нужно все пространство заполнять бурами. Либо хотя бы оставлять только один блок, в котором нет буров. Потому что иногда, вот иногда, вот такой вот один кусочек, и он прямо вот ровно между двумя блоками. Ну, не ровно, но около того. Между двумя блоками, где нет буров. То есть, если ставить, например, здесь нет одного бура, и вот здесь вот нет одного бура, оно бы нормально работало. Вот. Так что мне сейчас придется как-то каким-то образом это срезать. О, попал. Кстати, сейчас очень хорошо видно, как шатается вся эта конструкция. Но, опять-таки, глубина уже более 500 метров. Как бы ничего удивительного. Кстати, в комментариях спрашивали, почему я в гайде, который, кстати, вот был в прошлой серии. Можете посмотреть по ссылочке справа. Почему я использовал именно сварочный аппарат? В данном ситуации я его в гайде использовал просто, чтобы показать систему работы. Вот это вот бесконечного бура. И, ну, как бы, большинство людей используют все-таки ванильку, я так думаю. Поэтому показывал именно сварочный аппарат. Но, как показали тесты, сварочный аппарат гораздо лучше работает, чем нано-боты. Потому что нано-боты, у них очень долгое время между тем, как они начинают строить новый блок. Вот. А вот сварочный аппарат, он только появляется место, чтобы его построить, сразу же начинает строить. Нано-боты ему при этом помогают. И система вместе работает гораздо лучше. Один сварочник, один нано-бот. Либо можно, конечно, выставить, там, не знаю, штук пять этих нано-ботов. Но, как вы видите, у меня места не то, чтобы сильно много. В данной ситуации. Ну, и в продолжение темы вот этих вот рут, в которые трудно попасть. Можно было бы еще попытаться сделать какую-то руку такую передвижную. Чтобы при погружении на какую-то глубину можно было одним буром на поршнях, роторах и шарнирах пробуриться на какую-то глубину. С другой стороны, если я промахнулся на 50 метров, это мне понадобится около пяти. Это пять минимум поршней мне понадобится. А это дохрена. Это я прям сюда не вмещу. Ну, объективно, я сюда не вмещу пять этих поршней. Ладно, в принципе, дальше копать смысла нет. Там есть, конечно, уран. Но у меня по-хорошему даже нет ресурсов, чтобы сделать реактор. Поэтому уран мне, ну, по сути, бесполезен пока что. Так что можно вылазить. Ой, а у нас-то заканчивается... Закончился весь водород. Ммм, классно. Так, ну я собрал еще немножко магния. Ну, точнее, достаточно много магния. Чтобы у нас был прозапас и у нас не было проблем с патронами. Плюс я приехал на ледяное озеро. Чтобы собрать льда побольше. Потому что у нас банально заканчивался... Ну, вы сами видели, водород заканчивался. Вот наше озеро. Я на самом деле на то же вернулся, где мы и были. И теперь я покажу небольшие нововведения у нас на корабли. В общем-то, вот как вы видите, я тут... У меня было достаточно много времени, чтобы вот это сделать. Я сделал всякие панельки, которые будут выводить на экран всякую полезную информацию. Здесь у нас панель выводит весь наш инвентарь. Но, честно говоря, вот этот скрипт мне понравился. Не то чтобы сильно, потому что, во-первых, вы посмотрите на качество вот... Просто текстурок, это какой-то кошмар. Это просто тут... Некоторые предметы, ну, в основном, понятно, но не всегда. То есть, вот это вот, вот это что? Это что? Это бур, скорее всего. Но как я должен понять по этой текстурке, что это бур? Ужас. Плюс объекты из модов, они вообще никак не показываются. Знак вопроса и кубик просто классно, супер. Был тут еще у меня другой мод, который назывался LCD Inventory. Но он почему-то не хотел работать. Я его один раз настроил, настроил охрененно. Там все показывало, прям название, руды, количество. Ну, короче, было круто, и он мне прям очень понравился. Но он почему-то не хочет теперь запускаться. Я его перезапускал раза три, и он ни разу не захотел работать. Я не знаю, с чем это связано, но окей. Кстати, плюс у нас раскраска полностью всего корабля появилась. Я в этом покажу ее снаружи, когда будет день, и хоть что-то будет видно. Еще добавил интересную панельку, которая будет выводить информацию о наших батареях. Вот это первый ряд, это батареи чисто, просто батареи. А вот эта большая полоска, это общий заряд всего корабля. Это у нас три водородных бака, насколько они заполнены. И, соответственно, весь водород, который у нас есть на корабле. 45%. Неплохо, но и немного. А это, собственно, H2O2 генератора, который показывает, насколько они забиты. То есть, вот если они пустые, это значит, что у нас на корабле нет льда вообще. Так, ладно, уж покажу. Хоть так, сейчас хоть тумана нет. В общем-то, в зеленом цвете, зелено-синего цвете, с черными вкраплениями, вот такими вот дизайнерскими решениями. У нас, да, у нас немножко изменился корабль. Поставил еще двигатели, потому что тупо мощности не хватает, но это как бы немножко не помогло. Это не то, что не помогло, это не помогло вообще. Настолько не помогло, что мне пришлось даже скинуть почти 400 тысяч килограмм железа. Примерно столько же гравия, но все равно не хватает мощности, чтобы заехать на сраные вот никуда не хватает мощности заехать. И это прям беда. Надо с этим что-то делать, потому что, ну, это не дело. Это не дело, я не заезжаю. Поэтому сейчас будем все переделать немножко. Перемножку, сейчас посмотрим. Я спускаюсь вот обратно к озеру. Там останавливаемся и начинаем перестройку. Ах, да, я сейчас вспомнил. Меня спрашивали, что же мы получили в итоге за все вот эти вот базы, которые мы разобрали. Так вот, можете посмотреть тонну ресурсов, которые мы получили. 25 тысяч железных пластин, 60... 688 солнечных панелей. Я, по-моему, столько не крафтил. Ну, реально не крафтил. Полторы тысячи балок. 145 радиодеталей. Тысячу компьютеров. 8 тысяч внутренних панелей. Полторы тысячи моторов. 9 тысяч строительных материалов. Ну, короче, то есть, реально ресурсов до хрена. Плюс мы получили редкие ресурсы. Это вот это вот, 120, по-моему, сверхпроводников. И 13, по-моему, деталей реактора, или как-то так они называются. Компоненты гравитационного генератора. Рега в том, что для их производства нужно уже золото. А, ну, получается, только золото, да. Ну, вот, да, теперь у нас есть какое-то количество золота, теоретически. Так, теперь, что нам нужно? Мне кажется, нам нужно поднять наш корабль. Отлично. Так, давайте включаем реверс. И, конечно же, мощности не хватает. Не хватает, но немножечко добавляем мощности, пока он не сможет справиться. Это, это, это какие там, это какая там мощность? Что? Серьезно, тебе не хватает мощности? Так, если этого не хватит, значит, нужно поставить еще спереди. Эм, тоже не хватает. Ладно, похоже, нужно больше поршней. Ага. И, ага. Ну, давайте пробовать. Ага. Они в итоге все уперлись, и ничего не происходит. Класс. Чуть-чуть поддадим газку. Что-то сломалось. Ничего, продолжаем. При этом, их все равно не хватило. Класс. Я попробую сейчас вот так вот сделать, но, возможно, это будет дикой шип. О! Отлично. Ну, что ж, получилось не так уж и плохо. Многие шутили, что моя база похожа на паука. А почему бы из нее не сделать паука? Самое сложное, правда, определить, где и как выставлять эти ноги. Я решил пока что не придумать велосипед, потому что я боюсь, что я не смогу настроить все идеально правильно, либо это займет прям очень много времени. Поэтому поставил ноги на те же места, где были колеса. Осталось, собственно, придумать, как эти ноги выглядеть будут. Да уж, не скажу, что эта нога выглядит супер презентабельно. В голове она у меня выглядела гораздо круче, но, к сожалению, я не умею слишком хорошо реализовывать то, что у меня в уме. Получается вот это. На самом деле, я ее потом доработаю. Вот это вот. Тут вообще я планировал сделать еще один шарнир, чтобы двигалась нога еще вот как бы внутрь. Но пока что сделал такую заглушку в виде просто блока, чтобы проще это сделать было. А сюда, наверное, нужно поставить колесо побольше. Так, оно выглядит еще более странно. Ладно, нам нужна доработка. Так, ну, выглядит не ахти, но уже лучше. Плюс гораздо большее колесо позволит нам гораздо надежнее становиться, скажем так, на землю. И знаете что? Я подумал одну интересную мысль. Когда я буду передвигать ноги, у меня они сейчас все выставлены в одинаковую сторону. То есть, все одинаково вверх, все одинаково вперед. Но, по логике вещей, их стоит расставлять как бы немножко в шахматном порядке. То есть, один вверх, один вниз, один влево, один вправо. Чтобы было проще ходить. Поэтому сейчас, наверное, быстренько переделаю это все. Ну вот, так выглядит уже даже неплохо. Осталось сделать вторую сторону и посмотреть, выдержат ли эти ноги вообще веса всей машины. Отлично. Все восемь ног уже готовы. И, в принципе, сейчас можно пытаться хотя бы его поставить на эти ноги. Посмотреть, ну, не отломаются ли они. Сможет ли он вообще поднять вес всей машины. В принципе, у нас вся система стоит только на одном единственном поршне. Я думаю, можем все вот это убирать. Так, я уже увидел, что-то с колесом не так было. Оно проломило, по-моему, дырку. Давайте, наверное, поставим сейчас ему мощность поменьше. Меня дико расстроит эта ситуация, если он будет просто брать и проламывать землю. Теперь давай-ка я тебя опущу в край. Тихо. Отлично. Все, мы уперлись. Теперь я сейчас пытаюсь отсоединить магнитную пластину. Давай ее так пытаться. Ой, ой, ой. Страшно, очень страшно. Хммм, и почему-то у меня сейчас такое ощущение, что это не будет работать. И я потратил кучу времени впустую. Почему же у меня такое чувство? Хммм. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, как все плохо. Так, решил попробовать вот такую схему использовать вместо обычных колес. Колеса на подвеске, потому что вот они как раз-таки землю не проламывают. И вот если посмотреть, например, вот тут вот, нога опустилась. Колеса все просели очень сильно, при том, что я им мощность коннектора поставил довольно-таки высокую, но это не достает, окей. Но вот это вот уперлось на максимум, при этом оно не ломает ничего. Оно не ломает ничего. И хоть данную систему я сейчас использовать не буду на таких колесах, потому что, ну, это выглядит ужасно, и мне больно на это смотреть, честно говоря. Но я теперь буду знать это на будущее, для последующих постройок, потому что у меня еще интересные постройки есть. И я теперь буду знать, что любая конструкция, которая под напряжением направлена к земле, будет ломать поверхность, кроме колес. Благодаря помощи моего подписчика Катополки нам удалось выехать из этих ям, которые образовались из-за ног нашей базы. И мы сейчас попробуем немножко другую систему сделать. Если у нас твердые блоки ломают землю, а колеса не ломают землю, мы сейчас попробуем поставить колеса вот таким вот образом. То есть, чтобы они были окончанием как бы ноги, поставить их подвеску на минимум, силу коннектора на максимум, ну, или около того, чтобы он вообще не прогинался. И будем пытаться ходить на вот таких вот ногах. Ну, я не знаю, как это сделать, чтобы это работало. Ну, а ноги я хочу сделать все-таки, плюс колеса-то уже просто банально не справляются. Хочется сделать интересную механику с ногами. Так, отлично, колеса сделали, выставили. Можно сейчас пытаться опускать на эти колеса нашу базу. Так, ну, пробуем. Эть, 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 ну да. Плохо, да, как-то все немножко получилось. Мощности не хватает, ладно. Так, ну, хорошо, давай допустим вот так вот. Отключаем. Тихо, 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 тихо. О, окей, окей. Пока что она стоит. Но, по-моему, у нее тупо соединаются ноги. Но это максимум, то есть это... Ну-ка, взять тензор инерции. Ну, так вот. Почему ты, почему ты падаешь назад, почему ты падаешь назад? Тихо, 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 тихо. Ну, смотри-ка. Они уже стоят. Так, я вроде подготовился. Сейчас я нажимаю реверс. И, по идее, только не быстро. Нет, не быстро. Вот так нажимаю реверс. Теперь по чуть-чуть поднимаю мощность. По чуть-чуть. Оно стоит, не двигается. У него скорость минус один. И оно нихрена не хочет подниматься. Подожди, оно правильно на верхушке стоит? Да, оно стоит в верхнем положении. В нижнем оно прям подниматься не хочет, что ли? А что это вообще такое? А ну-ка, а бери автомат. Что-то мне сдается, что это капсула роботов. Ага. Но это все равно роботов. Они, получается, может такое спавниться. Мы когда-то такую штуку уже находили. С нее, кстати, какое-то количество ресурсов можно собрать. Но! Это она не одна. Вон, я еще одну как минимум вижу. И неужели никого с ними не прилетел? Ну да ладно. Хрен с вами туда. Роботов нету. Что-то мне неинтересно. И вот еще одна капсула. Что? И вон еще одна капсула. Чего? Это как вообще? Такое ощущение, что сами капсули прилетели, но роботы тупо не заспавнились. Ну ладно, они на нас не нападают, так что хрен с ними. Тогда, я думаю, стоит опять встать на стыковку здесь. Убрать вот эти вот четыре колеса. И поставить туда тоже ноги. Посмотреть, будет ли это все работать и стоять. Я не знаю. Я не знаю, что произошло. Но эти экраны почему-то срочно решили сработать. До этого они не работали. Но теперь они почему-то решили сработать. И на самом деле тут дикий бардак, потому что я пытался все перенастроить. Избили все настройки. Но, в общем-то, вот так вот выглядят вот эти вот инвентарь. Здесь охрененно все везде подписано. Здесь у меня снизу были только руды. Здесь у меня сверху были только компоненты. Ну и прочих всяких ламп. И это было классно и офигенно. Тут у нас сверху опять-таки загруженность. Вот видно сколько льда у нас. Ну короче, классная штука. И я не знаю, почему-то она то выключается, то включается. Вот. Вы хоть будете видеть, как она выглядит. Ну и там еще куча-куча всяких пушек. Можно настраивать очистителей, сборщиков и даже буров. Что они производят и что в них есть. Короче, классная штука. Итак, я переделал ноги и сделал их на вот такой вот системе. То есть у нас колеса выставлены даже не горизонтально к земле. Ну вернее, не перпендикулярно, а параллельно. Почему? Потому что, не знаю почему и как это работает. Но даже вот так вот прикасаясь к земле при высоком давлении, они не ломают. Землю. Ну вот чуть-чуть там буквально где-то, чуть коснулось меня. Вот чуть сломало. Но в остальном, в остальном они не ломают землю. Я сейчас вот даже попытаюсь поставить их на ноги. На 4 ноги мы ставили вроде как работает. На всего 7 должно по идее тоже работать. Надо только посмотреть над тем, как она будет балансировать. Вот так вот примерно будет выглядеть эта нога. У меня просто сейчас банально времени нет, чтобы все эти ноги сделать красивыми. Потом я обязательно уже за кадром, скорее всего, все это сделаю, чтобы красивенько было. Может где-то кто-то придет помочь. Возможно. Я думаю, если мы вот такие вот ноги все сделаем, это будет какой-то мамонт уже. А, кстати, настроил вот эти вот панели. Вот так вот теперь они выглядят. Здесь, получается, все компоненты, а здесь именно руды, которые у нас есть. По-моему, выглядят весьма круто. Видно сразу вот. Ты приходишь и видишь, лед 750 тысяч. И думаешь, не, ну нормально, в принципе, на полчасика хватит. Ну ладно, хватит разглагольствовать. Начинаем высаживаться на поверхность. Кстати, посмотрите, сколько опять этих прилетевших капсул роботов уже вокруг. Просто они все здесь заполонили. В первую очередь им нужно выставить чуть-чуть побольше мощность вращающего момента. Потому что они могут банально скрутиться как-то и сломаться. Чего мне бы сильно не хотелось. Допустим, мы почти прикасаемся к земле. Пробуем отключать магнитную пластину. А что? Работает? Мы стоим пока что. А если вот так делать? Да даже если вот так делать, мы стоим вообще никаким образом не двигаемся нормально. Допустим, а если мы поднимем четыре ноги? Ну, я могу сказать, что работает. Я, видите, специально сделал такую систему, чтобы они по диагонали стояли. То есть через одну. С левой стороны у нас первая и третья нога поднялась. С правой стороны у нас вторая и четвертая. И это будет при ходьбе именно так и сделано. Чтобы, скажем так, все ноги были задействованы. Потому что если мы, например, поднимем четвертые ноги, то, скорее всего, вся база немножко назад уйдет. Это как бы плохо. А, простите, это что за вентиляция? У вас там что, жарко было? Вы там окна себе сделали или что? У меня нано-пото иногда считают, что детали, которые прикреплены через шарниры или поршни, это инородное тело и пытаются их срубить почему-то. Я бы еще хотел протестировать вот такую штучку. Поставить вам. Вот так опустить вас. Отлично. А теперь поднять. Да ладно? Ну, технически ты это смогла сделать. Может быть, немножко тебе колебалось. Но в целом, в целом, он смог полностью опустить всю базу. Это шикарно. Что ж, мне уже это нравится. Потому что то, что происходило до этого, мне дико бесило. У меня ничего не получалось. А теперь я уже вижу какой-то результат. Ну что ж, я думаю, можно назвать этот проект удачным. Потому что ноги у нас, как минимум, получилось сделать. Они стоят уверенно. Притом стоят не только на восьми ногах, а на четырех. И причем довольно уверенно. И это мне дико рад. Да, база, конечно, еще пока не ходит. Но это тема вообще для отдельной серии. Потому что тонкая настройка, чтобы заставить ее ходить. И не только ходить, это разворачиваться и останавливаться. Это прям очень много времени должно занять. Поэтому это уже будет в следующей серии. Кстати, я хочу сказать, что вот у нас тут достаточно много капсул поприлетало. Но это не столь важно. Я вот посмотрел на вот эту вот магнитную пластину. Она ведь тоже, когда приземляется, она ничего не повреждает. Даже если посмотреть на вот эту вот поршень, который выдвигает магнитную пластину. Он ничего не рушит. Там были случаи, когда он проваливался прям сквозь текстуру. Может быть, это, конечно, из-за свойств самого поршня. Но в целом магнитная пластина не ломала поверхность. Так что это тоже тема для размышления. Ну да ладно, с этим уже будем разбираться потом, в следующих сериях. А на этом все. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, поддержите это видео лайками. Также можете подписаться. Возможно, поделиться видео с друзьями, кому это будет интересно. Ну и на этом все. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующей серии и пока.